какая красота посмотрите снизу лавандовые поля вот как они выглядят и прекрасное озеро даже есть небольшой восходящий поток которому я сейчас хочу попытаться набрать высоту не очень это у меня получается но будем стараться он дальше разматывается вердонский камьон в глубину очень красивый а я сейчас хочу набрать высоту чтобы сделать несколько петелек красивых примут очень хочется вам сделать петлю но никак у меня не наберется для этого необходимой высота друзья мы решили петельком скрутить красивом месте хотели набрать высоту у нас ничего не получилось поэтому будем крутить ее низко посмотрели пространство что никого нету а поибо баба баба пép n а по рад папа Я набираю скорость необходимую. Готов? Погнали! Равномерно перегрузочку делаю. Ручка на упоре, проворачиваю планер. Наререт батон. Чего батон? Да красиво же, согласись. Делаю коротенькую полочку. Проверяем скорость 210. И еще разочек. Ручку на себя, равномерная перегрузка. Ручка на упоре. Вот сейчас невысомость будет. Это нехорошо. Не было. Ну, скажем так, чуть-чуть осталось до нее. Ну что, для равновесия третьего скорость 210. Чуть больше перегрузка сейчас, чтобы все-таки не делать эту невесомость. Ручка на упоре. Вот, проворачиваемся. Перегрузки не было. И, оп, невесомости в смысле. Перегрузка-то как раз была. Все замечательно. И сейчас двигаемся набирать высоту. Готов ручку взять? Готов. Ага, убирай клены прямо по курсу под облака. И самое время каньон показывать. Оп. И заодно поток небольшой восходящий. Оп. Даже не небольшой, а как говорится, вот он и поток. Вот, друзья, устье каньона. Здесь можно взять всегда прокат какой-нибудь каячек. Или какую-нибудь лодочку, плотик. Что там еще дают? Ты не помнишь? Эти педальные велосипеды. Да, педальные велосипеды. Я такие любил в детстве. На педалях на нем фигачишь. Свистулька у нас появилась в планере какая-то. После петли. Изолента отклеилась. Такой вот замечательно красивый каньон. Действительно по нему очень интересно на лодочке пройтись. Я удивлен, что сейчас ходят. Потому что такие мощные дожди были. Должно прям быть грязно. Но люди ходят. Снизу несколько линий электропередач. Мы, кстати, любим по этому каньону бродить по дороге, которая... Сейчас нижняя дорога. Сейчас вам покажу. Вот она петляет. Можно на машине проехаться. По другой стороне тоже дорога двигается. И вот так вот по этому каньончику едешь. Периодически натыкаешься на смотровые площадки. Останавливаешься. Ну, очень красиво. Прям очень приочень. Вау. Вот такая вот вам красота. Итак, друзья. Мы тут достремились. Долетались до такой высоты. Я пытался соту поймать какую-нибудь. Снизился до высоты 1400. Но это, в общем-то, все равно не помогло. И поэтому мы... Были мы на уровне вот. Линия электропередач. Прям по вышкам прыгали. Ну, сейчас встали в хороший набор. Сколько тут у нас метров в секунду? Ну, 2 метра в секунду на среднителе. Более чем достаточно для полного счастья. Потихонечку набираем высоту и полетим куда-нибудь дальше. Потому что долго мы здесь уже тусим. Хватит в этом месте. Место интересное, красивое. По каньону мы часто летаем вот так вот по границе каньона. Дальше, дальше, дальше. Вот туда. Сегодня можно было бы, наверное, слетать. Но я думаю, что интереснее будет нам полететь дальше. Успеть еще на Геркор заповедник слетать. Сегодня там очень красивый свет должен быть. Вечерний. Вот мы попробуем там доснять еще кусочек. Так что вот так вот. Видите, сколько приходится делать всего ради съемок. Ну, жалко, стрим не получился. Потому что все-таки связь слишком здесь слабенькая. Музыка. 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 Немножечко, да немножечко Прям провисает до земли И это не снег, это все-таки чистый Чистый дождь При этом я попал в зону, где сейчас есть восходящий поток Представляете, то есть я рассчитываю Что здесь будет какой-то адский нескотняк А он у нас Нифига восходняк, ладно У нас высота такая, что пора Рвать когти уже на аэродром Вот с левой стороны наш аэродром Но по дороге, если повезет, пролетим сквозь дождь Так, выкидываю шасси Шасси выпущена Так, на аэродроме дождь Ну и с посадкой будет дождь, Серега Что делать? Поверяю, есть Вот сейчас я правым виражом пойду Вы как раз аэродром увидите, смотрите Вот наш аэродромчик Выпускаю закрылки Слушайте, а из-под дождя Достаточно сильно дует попутный ветер Показывает 28 км в час Сейчас у нас еще и будет посадка по ветру Вот что будет весело Шасси выпущено, докладываюсь Сэр Лоботи Инди, Виктор Дамвин, Клянинг Саус Проверяю еще раз Да, 25 км в час попутного ветра Это будет весело, друзья Это будет рок-н-роллинг Но ничего Покой нам только снится И по максимально Любимой мной крутой траектории В стиле а-ля афганский заход Будем заходить на посадку Чем быстрее мы приземлимся Тем меньше у нас шансов Что подходящий дождь промочит Так 120 Держу скорость 120 От греха подальше Потому что Мало ли что Эй Машинки Выше у нас на ось полосы Вам этого, конечно, не видно Вы видите сбоку все, что происходит Несет, конечно, по ветру У меня будь здоров Но в целом не так страшно, как думалось Я сейчас убираю Даже воздушные тормоза Чтоб чуть-чуть протянуть Поближе к аэродрому Ох, сколько здесь свиньи накопали ям Ёлки-палки Какие ямы Вот это да Да, скорость приличная У нас живут свиньи Которые очень любят Труфеля выкапывать Или там еще какие-то там грибы Соответственно Когда они их копают Остаются огромные ямы Так Подворачиваем Нашу прицепчику Там у нас Серега снимает Сейчас мы его попробуем задавить Он нам сегодня испортил утир Потому что поменял парольный вайфай Я его не знал Отлично Запарковался хорошо Вот, друзья, как паркуются на пятерку Видите? Прицеп Машины Я и Серега Встреча на аэродроме Встреча на Эльбе Ты что-то от меня хочешь спросить? Теперь должен быть не звук А просто огонь Огонь Да, Серега? Да Все Такой был коротенький Непонятный эфир Зачем? Ну, мне показалось Что если мы сядем И будет такой проливной дождь С такими молниями С грозами Прям будет очень отлично Ну, получилось Не так Как обычно Ну, старались Все До новых встреч Эгей Оливар Ты что-то от меня хочешь спросить? Привет 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 Продолжение следует...